Новости Иркутской области, Забайкальского края Китая и Монголии в эфире ТВ Кома. В ближайшие 15 минут я, Батан Ламбаев, расскажу вам о том, что волнует наших соседей. Здравствуйте! И в начале краткий анонс с тем выпуска. Первую пересадку костного мозга от донора провели в Иркутске. В Забайкалье выдали почти 100 сертификатов пострадавшим от летнего наводнения. Беспилотное метро метрополитен Ченду начал испытания полностью автоматизированных поездов. Первую пересадку костного мозга от донора провели специалисты Иркутского областного онкологического диспансера. Спустя месяц после вмешательства пациент чувствует заметные улучшения. Правда, пока проводить такие операции регулярно нет возможности. Что мешает медикам спасти больше жизней? Детали в материале Галины Соболевой. Вот так проходит операция по пересадке костного мозга. Выделенные донорские стволовые клетки переливают пациенту. В 2008 году у Александра диагностировали римфому Ходжкина. Все началось с обычного недомогания, а затем страшный диагноз – рак. Единственным шансом на спасение стала аллогенная пересадка костного мозга, то есть от донора. Это первая подобная операция в Приангарии. Материал для трансплантации предоставил родной брат пациента. Это ошибка, кого бояться. Как обычно кровь берут, так и здесь, только что лежишь дольше. Стволовые клетки родного брата подходят больному только в 25% случаев. И этот оказался счастливым спустя всего месяц после операции. Александр чувствует заметное улучшение состояния. Да, ну, поначалу, конечно, химию все ставили, это все было тяжеловато. Ну, сейчас уже все, в норму вроде входит. Питание уже начал сам есть. Уже капельницы отменяют практически. Уже совсем скоро Александр перейдет на амбулаторное лечение. Его будут постоянно наблюдать врачи. В работе иркутским специалистам помогают коллеги из Института детской онкологии Санкт-Петербурга. А ведь со времени открытия отделения химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга иркутские специалисты проводили только пересадки заранее заготовленного материала. Крио-хранилище, специально в контейнере, сюда помещенные холдеры, это все подписано, маркировано, хранятся стволовые клетки. Эти стволовые клетки могут храниться десятки лет, но не всем пациентам пересадка такого материала может помочь. Стволовые клетки для аллогенной трансплантации от донора забираются непосредственно перед операцией. Поэтому, чтобы увеличить число таких процедур, необходимо создать региональную донорскую базу. Сейчас в ней чуть менее 30 человек. В российском регистре 74 тысячи доноров. И даже в нем не всегда найдется полностью подходящий материал. Москва, конечно, сейчас может разберутся с ней, но там вообще не все дорого. Отправляешь людей человека, понятно, что ты отправил на лечение, а там выясняется, за это заплатить, за это, безусловно, не каждый может. Возникает трагедия. Получается, вот сейчас мы приступим, наверное, еще одно-две сделаем взрослым, и тогда уже приступим к детству. Медики уже готовятся провести следующую пересадку больному от родственника. Донором станет мать пациента. Правда, в таких случаях совместимость клеток составляет только 50%. Если и эта операция пройдет успешно, перейдут к лечению детей по такой же методике. Теперь задача регионального здравоохранения – улучшить качество диагностики в муниципалитетах. Мы планируем в течение двух лет, это 2019-2020 год, открыть 11 амбулаторных онкоцентров в рамках реализации национального проекта здравоохранения, борьбы с онкологическими заболеваниями. И они будут открыты именно в первичном звене, в районных больницах, в городских больницах, которые позволят выполнить ту задачу, которая поставлена в течение двух недель больной. От обращения с онкопатологией должен получить четкий, ясный, достоверный диагноз. Ежегодно на развитие диагностики на местах будут выделять около 300 миллионов рублей. Теперь основной задачей станет расширение базы доноров костного мозга. В Иркутской области вологенной трансплантации нуждается около 60 пациентов в год. Как стать донором, чтобы спасти чьи-то жизни, можно узнать на сайте областного онкодиспансера. Почти сотня семей получили государственные жилищные сертификаты в городе Шилка Забайкальского края. Это один из наиболее пострадавших районов от июльского наводнения. Одновременно с этим цены на рынки недвижимости подскочили. В ситуации разбирались наши коллеги из Читы. Дам мне картошку, ничего вообще не храним. Вон, видите, что там творится. Сколько стояло в подполье? В подполье, в общем, долго стояло. Неделю, наверное, две-три. Этот дом Евгения Анохова приобрела на средства материнского капитала совсем недавно. До этого жили с родителями. Когда переехали в свое жилище, радовались. Речка рядом, большой огород. Июльское наводнение резко изменило их жизнь. Когда пришла вода, был обычный день. Было время где-то часов, наверное, час, около двух, наверное. Сын, значит, позвонил, попросил нас прогуляться до киюшки, до речки. Мы, значит, пришли. Там уже, естественно, была вода. Недалеко у меня живет сестра. Вот уже к сестре вода уже подходила у нас. И как бы мы уже ей начали изначально помогать. Вещи вытаскивать, значит, там у нее скотина. Все, начали помогать ей. Но потом, естественно, вода уже пошла дальше. Мы побежали уже домой. Дома, значит, все повытащили. Вещи все вынесли. Ну, что самое необходимое. Так получилось, что протоиерей Александр Телькевич поневоле стал видеографом исторического события выхода из берегов притока Шилки – реки Кия. Никто из старожилов таких вод у нас не помнит. Каждые 12 лет у нас случается какое-то наводнение. Но это максимум, там затопляет низины и все. А здесь из шести мостов пять уплыло. Поэтому никто в жизни таких вод не видел. Ни у нас, ни в Нерчинске, ни на северах. Никто не был готов к этому. На северах у нас и связь пропала с поселками, и дороги размыло, и все. Поэтому никто, конечно, не был готов. В этой ситуации проявились самые лучшие, ну, иногда самые худшие качества человеческие. Потому что, ну, в экстремальных ситуациях всегда все налицо. Вот мне порадовало, что наши мальчишки, 15-летние мальчишки, вот говорят, наша молодежь, там плохая молодежь, а наши 15-летние мальчишки, они 30 тонн груза разгрузили за первые три дня. Разгрузили, пересортировали и раздали народонаселению для того, чтобы более-менее социальную обстановку как-то стабилизировать. Когда большая вода ушла, выяснилось, что в Шилке пострадали более двух тысяч человек. 158 домов были признаны непригодными для проживания. В ноябре прошлого года Шилкинсам были выданы первые 45 жилищных сертификатов. Сегодня представители Министерства территориального развития привезли вторую партию документов. Сейчас хотелось бы уже пригласить для вручения сертификатов Шабельник Наталью Николаевну, Анохову Евгению Юрьевну и Ботвенко Надежду Евгеньевну. Вместе с Евгением Аноховой сегодня получили государственные жилищные сертификаты еще около сотни шилкинцев. Минимальная площадь, это, конечно, исходя из утраченного жилого помещения порядка 25 квадратных метров, а самая большая площадь, а у нас 68,2 квадратных метра. Но это берется для расчета именно размера социальной выплаты. Но, как отмечают сами шилкинцы, с новостью о выделении сертификатов за Байкалью цены на рынки недвижимости в городе выросли. В некоторых случаях почти в два раза. Шилка будет восстанавливаться после июльского наводнения 2018 года еще долго, считает глава городского поселения Сергей Сиволап. Процесс-то очень долгий оказался, мы даже так не ожидали. Мы до сей поры расхлебываем, хотя уже прошло полгода, наверное, а мы конца края, значит, выровняться еще не видим. Хотя инфраструктуру мы восстанавливаем, дороги мы сделали, мосты вот уже начинаем делать, ну, потому что время подошло. Масштабные восстановительные работы продолжатся уже с началом весны. На нее возлагают большие надежды буквально все горожане. Анжелика Гришина, Илья Жарков, Сергей Миртов, Анатолий Тюльнев. Середина земли. Забайкальский край. Коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока далее. Редактор субтитров А.Семкин И к Международному блоку новостей. В Китае разработали план строительства агломерации в Большом заливе – Гуандун, Сянган, Аомэнь. Эксперты считают, что этот регион станет драйвером экономических реформ в Китае. С подробностями мои коллеги. Это один из самых экономически активных регионов Китая. Здесь проживает около 70 миллионов человек. В Большом заливе, как называют дельту реки Джудяны, особые административные районы Сянган и Аомэнь, расположены самые загруженные порты и города, которые первыми в Китае около 40 лет назад начали проводить политику реформы открытости. Сейчас они готовятся сделать еще один шаг вперед. К 2022 году здесь планируют построить крупный портовый кластер, способный конкурировать с Нью-Йорком, Сан-Франциско и Токио. К 2035-му модель экономического роста полностью переориентируют на инновации. Главными хабами новой агломерации станут Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Сянган и Аомэнь. При этом Сянган сохранит свои функции финансового центра региона. Здесь продолжат действовать льготная политика в области налогообложения. Аомэнь станет платформой для налаживания связи Китая с португалоязычными странами и останется крупным центром индустрии развлечений. Шэньчжэнь станет центром притяжения стартапов и компаний, занимающихся разработкой инноваций, а также продолжит развивать страховой сектор. Гуанчжоу сфокусируется на торговле и инновациях. Также в планах создание специального банка региона Большого залива. «В регион Большого залива входят 11 городов, и у каждого есть свои конкурентные преимущества. У Сянгана – это финансовый сектор, у Шэньчжэня – наука и технологии. Фашань и Дунгуань – крупные производственные базы. Экономика Гуанчжоу базируется на потреблении и образовании». Эксперты уверены, что добиться большего прогресса позволит интеграция. Потребность в ней назрела уже давно. К примеру, развитие Сянгана замедляет отсутствие крупного рынка, тогда как в дельте реки Джудзян он есть, но там не хватает развитых в Сянгане технологий. В провинции Гуандон нуждаются в опыте Сянгана и Аумэня в сфере услуг. Что касается образования, то в Сянгане, где проживает 8 миллионов человек, есть 8 отличных университетов, а в Шэньчжэне с населением в 20 миллионов. Вузов такого уровня просто нет. «В регионе Большого залива проживает 70 миллионов человек. В рамках реализации политики одна страна, две системы. Пока еще существуют некоторые трудности, в частности, в области движения человеческих ресурсов. Реализация нового плана позволит людям чувствовать себя свободнее. В то же время будут созданы все условия для инновационного развития». Эксперты отмечают, что в настоящее время 60% всей мировой экономики обеспечивается за счет районов, расположенных не дальше, чем в 100 километрах от морского побережья. Там же расположено около 75% крупных промышленных центров. Географическое положение – лишь одно из преимуществ Большого залива. Среди других – человеческий потенциал. Здесь проживает на 20 миллионов человек больше, чем в самом густонаселенном на данный момент в мире Токийском заливе. Также ученые фиксируют огромный потенциал в области пассажирских и грузоперевозок. «Регион Большого залива может добиться таких же успехов в инновационной сфере, что и область залива Сан-Франциско в США, таких же успехов в сфере современного производства, как и Токийский залив в Японии, и выполнять те же функции в финансовой сфере, что и залив Нью-Йорка. Кроме того, здесь расположены такие крупные финансовые центры, как Стянган и Шэньчжэнь, что сделает этот регион еще более привлекательным». Создание региона Большого залива – это не просто экономический проект. Это новая модель развития современного Китая. К 2035 году здесь планируют создать новый кластер передового уровня. Он станет опорой государства при реализации целей развития на следующий период. Позволит развивать международное сотрудничество на высоком уровне и продвигать экономику не только самой агломерации, но и прилегающих к ней районов. Юлия Жень, Си Джи Циан. Метро «Будущего» приходит в Чэнду. Здесь начались испытания поездов, которые работают в полностью автоматическом режиме без участия человека. Но насколько они безопасны и эффективны, в вопросе разбирались наши коллеги из Китая. В Чэнду, на юго-западе Китая, стартовало тестирование беспилотных поездов на первой в городе автоматизированной линии метро. До этого новейшую технологию уже внедрили в Сянгане, Пекине и Шанхае. В 2020 году, когда линию полностью введут в эксплуатацию, все курсирующие на ней составы будут работать без персонала на борту. Это первый в стране полностью автоматический поезд метро, который состоит из восьми крупных секций. Все 25 составов этой линии оснащены по последнему слову техники. Например, они оборудованы интеллектуальными системами, которые позволяют обнаруживать препятствия и предупредить риск схода с рельсов. Также для поездов разработан специальный дизайн сидений и систем освещения. Длина поезда составляет 185 метров, ширина 3 метра. Максимальная вместимость – около 3,5 тысяч пассажиров. Максимальная скорость – 100 километров в час. Старт, разгон, управление и даже очистка вагонов – все это происходит без участия человека. Участники тестовых испытаний и инновации оценили по достоинству. Мы узнали, что кабина машиниста будет открыта для пассажиров, и там можно будет испытать совершенно новые впечатления от поездки. Мне кажется, это настоящая изюминка поезда. Я очень впечатлена его высокотехнологичными элементами. Надеюсь, в будущем в Ченду будет больше таких автоматизированных линий, которые смогут лучше обслуживать граждан. Поскольку это новая технология, многих пассажиров волнуют вопросы безопасности. Перед началом эксплуатации поезда пройдут полную оценку безопасности на основе самых высоких международных стандартов. При этом отмечу, что эти вопросы очень внимательно учитывались еще на этапе проектирования. В последнее десятилетие в городах Китая наблюдался бум развития метрополитенов, которые продолжают активно расширяться и сейчас. Эксперты говорят, что беспилотные поезда вскоре получат распространение повсеместно. Они позволят значительно сократить трудозатраты и расходы на техническое обслуживание. Александр Дегтярев, CGTN. Монгольские спортсмены завоевали 9 золотых медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу. 17 февраля подведены итоги соревнований по этому виду единоборств, проводившихся в Сеуле в Республике Корея. Монгольские спортсмены завоевали 9 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых медалей. И на этом на сегодня все. Не забывайте включать ТВ-ком каждый будний день в 20 часов 10 минут. Мы рассказываем самые актуальные новости соседних регионов и стран. В студии работал Батар Ламбаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин